Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. С любовью к земле работники сельского хозяйства Республики отмечают профессиональный праздник. Необычный памятник. На территории цивильской подстанции появилась первая карета скорой медицинской помощи. Томатная теплица. В Чувашии открылась вторая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский». В Чебоксарах сегодня чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник прошел на арене столичного ледового дворца. Большие территории, открытые пространства – так легче держать социальную дистанцию. В фойе ледового дворца свои экспозиции развернули многие агропредприятия. Молочные десерты, ягодное варенье, мясные деликатесы и аппетитные салаты. От дегустации экологически чистой продукции, которой так славятся чувашские производители, трудно отказаться. Выпускаем только натуральную продукцию, работаем только на натуральном сырье. Не добавляем никакие вкусовые добавки и разрыхлители. На сегодняшний день производим более двухсот наименований продукции. Мы действительно заботимся о здоровье каждого нашего покупателя. После круглосуточной летней вахты сельчане заслужили отдых. Театрализованное представление, куда вошли исторические страницы, стало для них настоящим подарком. Нынешний год во многом стал рекордным. Нам в этом году многое удалось. Несмотря на те трудности, которые были, которые есть. Но вот те успехи по урожайности, по валовому сбору, по росту экспорта, для нас являются дополнительным стимулом. Стимулом того, что все можно, все возможно, если мы с вами будем планомерно, целенаправленно работать по достижению поставленных целей. Традиционно на торжественном собрании были вручены награды. Лучшие из лучших получили благодарности, дипломы и денежные премии. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Отмечать окончание сельскохозяйственного года многолетняя добрая традиция. Государственные награды тем, кто внес особый вклад в развитие отрасли, вручили в Доме правительства. Нас в этом году, конечно же, безмерно радуют те итоги, которые мы фиксируем. Это небывалый урожай, как по объемам, так и по продуктивности. Это те итоги реализации инвестиционных проектов и обновления производственных фондов в отрасли сельского хозяйства, которые в том числе позволили своевременно убрать тот урожай. В отличие от экономики, сельские работы нельзя остановить рост черком пера под распоряжением о временном прекращении производства из-за коронавирусной инфекции. Так что посеяли и убрали урожай вовремя. А еще осваивали необработанные земли, строили фермы, приобретали новую технику. В том числе и с помощью мер государственной поддержки. Ее смогли получить и крупные агрохолдинги, и личные подсобные хозяйства, и фермеры. И соответственно, мы со своей стороны все наши мероподдержки должны направить таким образом, чтобы эта территория соответствующим образом развивалась. Поэтому это и сельская ипотека, форма поддержки бизнеса, поддержка строительства инфраструктурных объектов и многие-многие другие мероприятия, которые должны вот таким образом объединяться на конкретных территориях и соответствующим образом стимулировать людей, развивать свою деятельность на сельской территории, закрепляться. А нам это дает возможность планировать развитие сельской территории и в целом отрасли сельского хозяйства. Лучшие труженики получили государственные награды. Хочу, чтобы Чубаши процветала и особенно Чубашская деревня, чтобы она жила и дальше. Сегодня в Чебоксарском районе вступила в строй вторая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский». На площади в 11 гектаров будут выращивать более 17 тысяч тонн овощей. В этой теплице круглосуточно работают 60 тысяч ламп. Для сравнения их бы хватило для освещения пяти московских кольцевых автодорог. Современная интенсивная технология, применяемая здесь, позволит собирать рекордный урожай. Томатная теплица – это интенсивная технология, связанная с выращиванием на искусственном досвечении. Выращиваем растения в очень интенсивной технологии. Она связана с тем, что мы даем им свет для прохождения фотосинтеза, в том числе подаем углекислый газ. Хотя вот есть такое понятие, как парниковый эффект. И сегодня вообще весь мир задумался о том, как же бороться как раз с выделением углекислого газа. Мы знаем, что весь мир сейчас борется с парниковым эффектом и говорит о том, что как раз надо снижать выделение углекислого газа. Здесь, в этой теплице, уникальное соотношение, потому что мы, наоборот, подаем углекислый газ для того, чтобы протекал фотосинтез. То есть, на самом деле, углекислый газ для растений – это как раз строительный материал. Открытие второй теплицы даст работу еще 450 жителям. Ведь по нормативу на одном гектаре должны работать 15 человек. Здесь, на площади 10 гектаров, будут выращиваться порядка 7,5 тысяч томатов в год. Это рекордные для Чувашии цифры. Этот год, я считаю, был удачным. Мы собрали много зерна. Никогда мы не собирали столько овощей, 150 тысяч, что мы собрали в этом году. На сегодняшний день все эти хозяйства – это не просто земля, это не просто наши работники, механизаторы. В первую очередь, это технологии. Без технологии мы не сможем привезти продукцию нужного качества в нужных объемах. Данное теплице, насколько я понимаю, это достаточно технологичное производство, современное производство. Мы ознакомимся, я думаю, что для нас это будет, во-первых, интересно, а во-вторых, мы будем понимать, чему идти в дальнейшем. Томаты и огурцы скоро поступят на прилавки магазинов Чувашии и ближайших регионов. В планах компании начать строительство третьей очереди комплекса. Татьяна Молокова, Владимир Синдеев, Республика. Сегодня правительство Чувашии одобрило изменения в республиканский бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Безвозмездные поступления в республиканский бюджет в полтора раза превышают объем прошлого года. Они оцениваются почти в 39,5 миллиардов рублей. Но в целом пандемия повлияла на бюджет. Во втором квартале средств поступило на 14% меньше, чем планировалось. Республиканский бюджет за 9 месяцев исполнен по доходам в объеме 22 миллиарда 172 миллиона рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2,7%. Но если говорить про плановые показатели, все-таки у нас идут выпадающие доходы к плановым цифрам. Основное снижение прогнозируется по налогу на прибыль. Также ожидается недопоступление из-за акцизов на нефтепродукты и на пиво. Что касается социальной поддержки граждан, то расходы на это увеличены почти на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Почти 2 миллиарда 800 миллионов дополнительных средств направлены на меры по предупреждению распространения коронавируса. В том числе из резервного фонда правительства страны выделено 565 миллионов рублей. Средства направляются на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющих опасность для окружающих. В рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Еще одна тема заседания правительства – ситуация с ценами на хлеб. Их повышение нельзя допустить. По инициативе Олега Николаева 20 миллионов 400 тысяч рублей предлагается выделить на возмещение части затрат предприятиям мукомольной промышленности. Появляется возможность отпускать муку хлебозаводам по сниженным ценам. Юлия Важенина, Алексей Зойциков, Андрей Шоклев, Республика. В конце октября в Чувашии пройдет международная неделя инвестирования. Поближе познакомиться с основами грамотного инвестирования смогут все желающие. Онлайн занятия финансовой грамотности, приуроченные к международной неделе инвесторов, начнутся 19 октября и продолжатся до конца 2020 года. Мероприятия совершенно бесплатные. Они будут интересны как студентам, так и взрослым, включая граждан пенсионного возраста. Подключиться к мероприятиям можно с ноутбука или компьютера. О личных занятиях пойдет, об основах грамотного инвестирования и, конечно же, о том, как защитить свои финансовые права. А узнать больше о мероприятии можно, зайдя на сайт dny-fg.ru. На базе ЧГУ в каворкинг-центре «Точка кипения» состоялся региональный отборочный этап Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Финал пройдет 11 и 12 ноября при поддержке агентства стратегических инициатив и фунда «Росконгресс». Сегодня по всей стране уже собрано около 15 тысяч идей для масштабного перезапуска социальной и экономической сферы. О том, как идет отбор инициатив и какие самые необычные идеи предложили в Чувашии, расскажет Наталья Мальчикова. От социальной политики до предпринимательства – таков спектр тем, предложенных нашими участниками. Некоторые идеи настолько необычны, что пока трудно их даже осознать. Вести самолет на электроэнергию, с электронными аккумуляторами. Какие-то модели уже существуют сейчас на рынке? Реально. Реально? Нет. И этого пока ничего нет. Студенты и профессоры. Сильные идеи подвасны любому возрасту. Мой проект, он касался тьютерства, наставничества представителей промышленных предприятий, инженерных волонтеров над детьми, которые разрабатывают уже реальные проекты. Причем это как проекты сферы энергетики, так и проекты сферы IT. Самые разные, которые наши школьники уже сейчас могут реализовать, коммерциализовать. И если они научатся, как это делать внутри республики, они не уедут в Москву, в другие регионы, а будут развивать у нас здесь промышленность и экономику. Это прекрасно понимают руководители предприятий. Поэтому с каждым годом число целевых направлений вуза увеличивается. Задача здесь, как Центр мой бизнес, поддержать эти проекты теми мерами государственной поддержки, которые на сегодняшний день в республике действуют. Проекты находятся на разной степени проработки, в различных отраслях. Здесь мы видим не только проекты в сфере бизнеса, но и множество социальных проектов. Студенты и различные иные социальные группы тоже реализуют свои проекты в сфере экологии, в сфере образования. Очень много также проектов. Поэтому мы здесь для того, чтобы эти проекты оценить, понять их актуальность и применить все эти меры поддержки, которые на сегодняшний день есть, чтобы они были реализованы, воплощены в жизнь. Инновация в сфере вентиляционного оборудования представил Дмитрий Иванов. Он считает, что его идея вытяжной вентиляции из пластика экологична и экономична. Продукт уникальный и на территории других стран в таком исполнении, именно из пластика, нигде такого продукта нет. Работает от перепада давления между помещением, которое находится внизу, и давление на улице. Обычно эта разница в давлении создает поток. Удалось превысить вентиляцию, чем та, которая создается при открытой трубе. Открытая труба была до этого самым производительным вариантом вентиляции, но не самым лучшим с точки зрения пользования потребителем. За два года предприятию удалось наладить производство во многом благодаря поддержке регионального центра. Сегодня наша поддержка комплексная. Она у нас предоставляется на различных этапах развития бизнеса, как на этапе идеи, так и на этапе продвижения и сбыта. Наверное, за поддержкой за последние два года, с момента развития центра «Мой бизнес», различная поддержка образовательная, консультационная, обратилось порядка пяти тысяч предпринимателей. Перечень мер поддержки будет расширяться. Среди представленных идей экспертов заинтересовал технологический проект в сфере автоматического информирования клиентов ЖКХ о задолженности. Из 49 проектов, которые от Чувашской республики были загружены на краудополформу, мы возьмем не число, а качество. Актуальность идей, способы их реализации оценивали 8 экспертов. По итогам представят дорожные карты лучших проектов, готовых к реализации. Они получат поддержку, консалтинг, содействие в поиске партнеров и помощь презентации проектов перед инвесторами. Лучших из лучших определят в ноябре. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Дмитрий Салманов, Республика. Сегодня в Чувашии выявлено еще 54 больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 9438 случаев COVID-19. Выздоровели 7860 человек, умерли 124. Как не поддаваться тревоге при обнаружении симптомов, расскажем в следующем сюжете. В последние дни в Чувашии наблюдается увеличение суточного прироста больных COVID-19. Но не стоит паниковать. Спешат успокоить доктора второй городской больницы. И уже тем более требовать госпитализации. Она не всегда оправдана. Если по результатам компьютерной томографии у пациента выявляется степень поражения до 25%, это считается поражением легкой степени тяжести. Такие пациенты могут лечиться на дому, если они не относятся к группе риска. К группе риска относятся пациенты, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, поражение эндокринных органов, онкологические заболевания. Вот если такие пациенты находятся, то, конечно, они подлежат госпитализации. Если таких заболеваний нет, то, в принципе, возможно лечение на дому. Многие пациенты, лечащиеся на дому, очень часто подвергают сомнению тактику лечения, которую назначает им врач. Для того, чтобы выздоровление шло как можно быстрее, достаточно следовать нескольким советам. В первую очередь, научиться доверять врачам. Врачи накопили достаточный опыт для того, чтобы справиться с данной инфекцией. Сортировать поступающую информацию извне, подвергать ее критике. Иногда средства массовой информации нагнетают состояние паники и страха. Постараться не брать под контроль все то, что не зависит от самого пациента. Если тревога не проходит, то можно позвонить на единый телефон доверия. На звонки отвечает профессиональный психолог либо психотерапевт. Телефон работает анонимно, круглосуточно. Бесплатно по номеру 8 800 100 49 94. Ульяна Питакова, Вадим Владимиров, Республика. День работников автомобильного транспорта традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. Сегодня в Цивильске сотрудникам скорой помощи вручили ключи от 16 автомобилей, а сама подстанция украсилась необычным памятником. Символ экстренной медицинской службы – машина, которая под рев сирен и проблески маячков несется по дороге. Металлическая скульптура в виде первого автомобиля 03 теперь украшает территорию Цивильской подстанции. Памятник изготовили осужденные городской исправительной колонии. Хочу вручить вам паспорт транспортного средства на первый медицинский автомобиль ГАЗ-55 1938 года выпуска и прошу принять сам памятник самого транспортного средства. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду скорой помощи в городах республики составляет около 10 вызовов, а в селах – около 7. В осенне-зимний период она возрастает вдвое. Еще 16 новых машин изменит ситуацию. Нам очень приятно, что нам выдали эти новые машины, потому что старый автопарк у нас, как говорится, изнашивается, и на этих машинах нам будет легче работать и спасать человеческие жизни. На сегодняшний день автопарк службы скорой медицинской помощи республики насчитывает 219 автомобилей. Последние пять лет идет постоянное обновление. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. 23 октября – день памяти великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, 90 лет со дня смерти. Сегодня о его неоценимом вкладе в развитие чувашского народа говорили на традиционном митинге у памятника патриарха. Талантливый педагог, ученый и мыслитель. Его усилиями чувашский народ получил доступ к образованию и заговорил на своем языке. Иван Яковлев создал современный чувашский алфавит и первый букварь. Чтобы просвещать своих земляков, перевел на родной язык множество книг русских и зарубежных писателей. Открыл около 400 школ, самое главное из которых – Симбирская учительская. Сегодня имя Ивана Яковлева носит Чувашский педагогический университет, многие школы нашей республики и соседней Ульяновской области. В честь просветителя названы проспекты и улицы. История педагогического университета непосредственно связана, конечно же, всей его деятельностью, деятельностью Ивана Яковлевича Яковлева. И университет Яковлева сегодня, конечно же, имеет уникальную возможность не только выполнять завещание, а еще и реализовывать будущее чувашского народа через систему образования, через подготовку кадров, через обеспечение современными условиями наших детишек в детском саду, в школе и вузе. Его вклад в развитие чувашского народа как этносы неоценим. Своим землякам выдающийся педагог оставил завещание – духовное обращение, которое призывает помогать друг другу, любить свою семью, защищать и оберегать родную землю. Завещал также ценить и уважать всех, все языки. И не только ценить и уважать, а самое главное – приобщаться и пользоваться в ежедневной жизнедеятельности. Только так может каждый сам себя обогатеть, ну и, конечно же, обогатившись сам, обогатить и общество. Иван Яковлев прожил сложную и интересную жизнь. Он, благодаря своим исключительным способностям и настойчивости, смог стать одним из высокообразованных и культурных людей своего времени. Просветитель умер в 1930 году в Москве в возрасте 82 лет, навсегда вписав свое имя в историю Чувашии и России. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В этом году Всероссийскому конкурсу «Доброволец России» исполняется 10 лет. В юбилейный год на конкурс подано почти в два раза больше заявок только от нашей республики. Желание изъявили 134 человека. Двое из них вышли в финал. Желание помочь людям стало символом нашего времени. Ольга Голованева участвует в номинации «Вдохновленные искусством». Она увлекается сказками, вдохновившись ими, и построила свой проект. Проект способствует сохранению и передаче культурного наследия через костюмы сказочных персонажей. В нем принимают участие 40 волонтеров. Они сами разрабатывают эскизы костюмов, шьют и декорируют изделия. Мы все росли на сказках, поэтому тема сказки для нас для всех родная. Русские сказки, чувашские сказки, сказания, былины учат нас любви к нашей малой родине, учат нас любви к нашим родителям, уважению к старшему поколению, тем мудростям и традициям, которые из века в век сформировались в культуре каждого народа. В результате родилось сказочное дефиле. Костюмы демонстрировали сами участники. У второй финалистки другое направление. Людмила Квасникова помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Она представляет проект «Инклюзивная медиа» и КВН-команда «Солнцепек». В одной команде дети не только разных возрастов, но и с ограниченными возможностями. В виде, как в обычной школе пытаются внедрить таких детей в обычный класс, я вижу, что недостаточно сопровождения таких детей. В данном случае мы объединили, потому что у особенных детей есть свои таланты. Они через мимику, через жесты могут передать такие эмоции, которые не могут передать другие дети. Конечно, болезнь накладывает свой отпечаток на характер таких ребят, но творчество раскрывает их с неожиданной стороны. Я считаю, что они обычные дети, такие же абсолютно, как мы. Они очень веселые, добрые, отзывчивые с ними, очень весело даже во что-то поиграть. Но когда мы готовили КВН, бывает иногда сложно, потому что они могут не всегда сразу воспринимать то, что им говорят. Получается, по несколько раз надо повторять, но все равно получается очень круто. Победители конкурса определят по сумме баллов народного голосования и оценки экспертов. Они получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей. Поддержать чувашских добровольцев можно на портале добро.ру. Результаты станут известны 5 декабря. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Сергей Копеев, Республика. Республиканские театры после долгой паузы из-за пандемии коронавируса открыли очередной сезон. Начались не только постановки, но и творческие вечера артистов и режиссеров. В Чувашском академическом театре в эту субботу соберутся почитатели таланта заслуженной артистки Российской Федерации Валентина Ситовой. Накануне творческого вечера Валентина Ситова вместе с коллегой Николаем Сергеевым репетирует сцену из спектакля «Женить бы дедюкина». В роли Федуловой завтра она и предстанет перед зрителями. «Я всегда жаждала новых ролей, и каждая репетиция, каждый спектакль для меня большой праздник», говорит она. Но при этом праздник предваряет огромная работа. «У каждого человека свой характер, и не все персонажи к этому характеру подходят. Несмотря ни на что, если поставлена цель, допустим, сделать эту роль, она сделает это». Ее усердие и талант оценили на многих конкурсах. Особо отметили роль Лизук в драме Арсения Тарасова «Свет далекого счастья». За ее исполнение Валентина Ситова была удостоена Государственной премии Российской Федерации. Давать советы своим коллегам Валентина Петровна не любит. «У каждого свое видение и свое прочтение роли», говорит она. Но с радостью делится своим опытом. «Сегодня только еду на работу. Значит, вижу, что бабушка переходит через дорогу, зебри подходит. Я уж остановилась, жду. Она идет, переходит, я за ней слежу. Думаю, вот образ, хороший образ из жизни надо брать, смотреть, искать. На улице, на вокзале». Мечтает о роли мамаши Кураж, но при этом не отказывается ни от одной. Говорит, не бывает плохих ролей, бывают плохо исполненные. Поэтому с воодушевлением участвует и в постановках молодых режиссеров. «С ее регалиями, с ее заслугами, на первый взгляд можно и не слушать, что требует молодой, неопытный режиссер. Но, так как человек она мудрый, трудолюбивый, выполняла все мои пожелания и в то же время приносила что-то свое». Сесть накануне 60-летнего юбилея за руль автомобиля, освоить гаджеты быстрее молодых коллег – это тоже про нее. «Она не совсем правильная в жизни. Она и хулиганит. Никогда не стоит на месте, постоянно чего-то хочет, добивается целей». «Конечно, пандемия коронавируса не позволит собрать в этот день полный зал, но для меня важен каждый зритель. И даже если он один, я, как всегда, буду играть, а вернее жить жизнью своего героя, говорит Валентина Ситова. Искренняя и всегда разная. За это ее ценят зрители, за это уважают коллеги». Надежда Яковлева, Александр Отяков, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости пятницы, 23 октября. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова